это вообще это вообще хороший вопрос относительно он касается не то что записи в скайпе вообще как работать там с материалами с youtube и так дальше значит первое что нужно усвоить обязательно это то что загружать видео нужно регулярно регулярность это один из показателей вообще чего-либо в ю тубе то есть робот опять же таки анализирует эту регулярность регулярность должна быть не реже один ролик в один день в одни сутки больше загружать можно только тогда когда уже подписчиков там за перевале там за 10000 20000 можно можно пилить там уже под по 5 по 10 роликов иначе просто люди будут пугаться там ты заваливаешь 10 роликов он заходит в почту это уже выглядит не как подписка на канал это уже выглядит как спам и люди начинают бежать больше тебя не чем заходить поэтому этого делать особенно на начальном этапе не нужно нужно загружать ровно столько чтобы была позитивная динамика и уже так постоянно но держать руку на пульсе то есть внимательно следить что у тебя как загружается как там подписчики как каждое действие то есть анализируешь это точно как смицелия тут все анализирую что и сделал что-то оценил результат сделал что-то оценил результат хорошие действия продолжаешь делать плохие действия больше не делать теперь относительно загрузки с такими с такими режимами мало того что нужно будет видео еще снимать их нужно еще и как-то просмотреть что-то в нем потом нужно как-то отредактировать сразу скажу не делай никогда вот этой ошибки добавляй сразу водяные знаки на любое видео которое ты делаешь потому что если канал начинает раскручиваться еще у тебя есть какие-то видео хорошие которые там много просмотров и так дальше есть целый отдельный раздел людей которые вообще ничего не снимают они просто сидят тупо в интернете находят хорошие ролики и забивают ими там свои каналы если на канале нету водяных знаков то проще всего взять полностью целиком как она есть его переделать и добавить на канал если там например почему ты иногда у меня на некоторых видео такие вот водяные знаки такие огромные стоят и так еще подписаться там за запихнуто сверху и это водяной знак там чуть ли не по центру мне из-за того что я так себя люблю сильно или так что-то я хочу там рекламировать там свой канал там что такое просто из-за того чтобы из этого ролика уже переделать нельзя нужно или кусок врезать там водяного знака что видно что это уже передел какая-то ну то есть ракетизм такой или вырезать просто центр вообще невозможно или уже переделать ролик уже с водяным знаком но пусть тебе будет пусть рекламирует тогда на другом канале мой канал может у него три миллиона подписчиков и туда попадет фанимашин скул так я буду только рад ну вот насчет водяных знаков и теперь относительно твоего вопроса как это все делается значит я вообще для себя нашел самых две простых самых быстрых самых удобных программ потому что с большими какими-то редакторами которые там делают какое-то видео это будешь делать когда у тебя будет 50 тысяч подписчиков и 40 или там или 500 миллиона просмотров вот тогда сделаешь себе купишь студию поставишь там фонари наймешь операторов которые будут снимать нарезать и редактировать и все остальное а пока ты занимаешься всем остальным а это просто хобби то времени заниматься какими-то редакторами умными вообще нету то для этого у меня есть просто две хороших программу линки маленьких значит есть такая сили софт видео конвертеру ultimate она называется она у меня залита на файлообменники вот значит на файлообменники я когда буду добавлять вот это видео которое сейчас добавляю где-то внизу в описании там будет адрес как попасть на этот файлообменник и просто скачать эту программу лину и ее можно найти где-то на официальном сайте естественно она там не ломаная и она будет там постоянно давать ограниченные функции потом запрашивать в интернет потом обновляться потом перестанет работать и так дальше и так дальше то есть такой вариант это ксили софт этот видеоконвертер он делает то что добавляет водяной знак очень быстренький простенький быстро работает не ну не мешает компьютеру и все остальное и вторая программа для захвата видео с экрана она называется camtasia studio та же самая фигня какая-то кастрированная она не что-то все функции не выполняет после установки да от нее вообще функции никаких не нужно она просто умеет хорошо и качественно регистрировать все что делается на экране то есть можно делать так видео уроки пробовать там регистрируют для игр там она не пойдет для игр там чуть-чуть другие съемщики потому что там нужно очень хорошее качество сейчас вообще сделали еще одно обновление вообще для геймеров сделали какое-то что можно значит добавлять видео 60 вроде там кадров в секунду какой-то такой параметр уже чисто так для геймеров которые там сидят на на ю тубе в смысле добавляют там разные вот и вот но это нам не нужно значит две программы телесофт для добавления водяных знаков и camtasia studio для регистрации всего с экрана могу не нужно зайти просто будет на файлообменник кстати файлообменник я пользуюсь сейчас я покажу чем я пользуюсь так вот я пользуюсь где у меня нету я еще сейчас не добавил значит бокс бокс нет есть такой бокс . нет вот там я там у меня софт который нужен я там его держу нужно искать сейчас видео закончу снимать я тебе отправлю две этих программу линки и под видео там внизу там будет написано где взять две маленькие программу линки быстро работают и больше ничего не нужно в одной делаешь там 2 делаешь другое и потом со временем изучаешь как работают эти программы и в принципе для youtube они делают монтажи можно делать там сэлфи в платьях я там добавлял то есть делают красивейшие такие разные штуковины и творческому человеку больше ничего не нужно хватит вот и для того чтобы добавлять то есть включаешь например если из youtube а консультация включаешь регистрацию с экрана регистрируешь но записывает при том что может сама программа регистрации по f9 она запускает делает паузу на f9 когда нажимаем останавливает по 10 сохраняет и в таком фоновом режиме то есть вообще удобно то есть любой момент она готова там например какому-то событию нужно что-то кому-то рассказать включил записал залил на youtube да и все вот такой вот ответ на твой вопрос